Здравствуйте, портал Банки.ру приветствует своих посетителей, с вами Елена Ищеева, вы смотрите программу Первые лица. Сейчас напротив меня находится человек, о котором что только не пишут и не говорят. Для них он шахтер из Сибири, пивовар, для других фокусник от бизнеса и рисковый предприниматель. Ну а мне больше всего запомнилось подобное сравнение. Монотонность банковских будней, он привнес драйв экшена и интригу триллера. Как вы догадались, Олег Тиньков, глава одноименного банка Тиньков Кредитная Система, сегодня любезно встречается с посетителями портала Банки.ру. Здравствуйте, Олег. Давайте познакомимся. Я не буду скрывать... Слушайте, ну действительно, я просмотрела прессу, в общем-то волосы у меня зашевелились. Зачем, почему вы вдруг пошли в виртуальный банк? Кто вас только не критикует, кто за вам только не следит. И тем не менее, ради чего? То, что к нам есть отношения, нас критикуют, это хорошо. Я считаю, было бы хуже, если к нам не было никакого отношения. В России 1500 банков, 1300, не помню сколько. Про большинство из них вообще никак не говорят. И нехорошо, и неплохо, значит, они делают что-то непонятное. Если про нас все говорят, и плохо, это уже хорошо. Есть отношения. Но почему данное направление вы выбрали? После удачных пельменей, которые вы продали за несколько миллионов, после удачного пива, которые вы уже продали за сотни миллионов долларов, и вдруг банк, притом виртуальный. У вас есть отделение в Москве? Нет. А где же люди деньги-то? Куда? Как, где все это происходит? Вы знаете, я сразу хочу сказать, я действительно согласился дать вам интервью банкеру, но на самом деле, понимая целевую аудиторию данного портала, я буду отвечать очень запутанно. Не надо. И буду не совсем с вами, если честно, откровенен. Поэтому я сразу и всех интернет-наблюдателей предупреждаю. Много вы из меня не получите. Третий раз задаю вопрос. Господин Тиньков, зачем вы ринулись в банковскую сферу после кризиса 98-го, после огромного коэффициента недоверия, до сих пор существующего, а вы еще платином, да еще и в кредит, и мы вас даже не видим. Нет даже отделений. А зачем мне нужны отделения? Мы привыкли. Вот вам нужны отделения? Да, мне нужно окошечко, мне нужно обязательно видеть лицо. Я программу создала первое лицо, чтобы видеть лицо. Вам хочется в очереди постоять или хотите, чтобы вам нахамили? Ну, мне не хамят. Вам не хамят? Мне везет. Ну, вам повезло. Но вы потому что в Москве живете, а поезжайте в Сарангс, и вам там обязательно нахамят. Вы знаете, люди в провинции гораздо интеллигентнее москвичей. Хотелось бы в это верить, но там не так много банков в провинции, и для того, чтобы добраться до этого банка, нужно ехать на трамвае. Допускаем. Допуском и так далее. А зачем? Когда весь мир давно придумал такую грандиозную вещь, как то телефон, интернет, смс, почту и так далее. То есть зачем ходить и встать в очередях? То есть вы просчитали свой выбор? Он был не спонтанным. Вы верите, что этот бизнес принесет вам прибыль? Ну, себе не верил я об этом. Не занимался уже третий год. Я в этот проект пошел в ноябре 2005 года. В ноябре будет три года банку. Ему год как таковому проекту в августе сейчас будет. Но имеется в виду, я начал выпускать эмиссию карт 10 месяцев назад. Проекту три года. Два года я его, так сказать, собирал, монтировал. Скручивали, да? Скручивал, думал над ним, выпестовывал. Ну, вот сейчас, конечно, это осознанный, так сказать, риск. Риск, безусловно. То есть на любой бизнес это риск. Но у вас глаз до сих пор горит? Или это мы его подсвечиваем софитами? Ну, горит еще как. У меня так не горел ни в одном из... Это мой четвертый или пятый бизнес. Ни в одном так сильно не горел, потому что очень интересный рынок, очень большие возможности. А практически отсутствие конкуренции, так по-серьезному. Потому что 10% населения имеет кредитную карточку, да? Ну, то есть это, конечно же, ни о чем совершенно для такой огромной страны. То есть есть к чему стремиться и куда расти? Расти есть всем, куда. И мы даже конкуренции не ощущаем. Я думаю, ближайшие 2-3 года и ощущать не будем. Нет, подождите. Но все-таки вы сказали, что только через некоторый период времени вам удастся встать на второе место после знаменитого русского стандарта. Он лидирует по выпуску кредитных карт. И как вы приближаетесь вообще? Через сколько мы вас увидим уже в рейтинге лучших? Да, мы растем очень быстро. Это, может быть, мое заявление будет несколько амбициозным. Сидит много-много аналитиков, математиков, скучных, никому не нужных очкариков. Они там сидят, что-то. Это не секрет. Так сколько сотрудников и сколько клиентов? Сотрудников у нас на сегодня 250. Так, это уже конкретная цифра. А клиентов? У нас сегодня выпущено 200 тысяч кредитных карточек. Моим данным, в России активированных 10 миллионов кредитных карт. Соответственно, это где-то 2% российского рынка. За 10 месяцев. Ну, я считаю, это, конечно, не те цифры, которые были заложены в бизнес-плане. Но достаточно нормальные. Насколько я заходила на ваш сайт, если правильно поняла, ваша карточка, вы ее пропагандируете как платинум карта, да? Платинум в Европе, это хай-класс, она не имеет никаких ограничений. Ваши кредиты с ограничениями. Собираетесь ли вы, призвав всех стать привилегированными вашими вкладчиками, снять лимит, снять ограничения? У нас все очень просто. Если наш клиент ведет себя подобающим образом, и, так сказать, его поведение соответствует нашим стандартам, то мы ему повышаем сами автоматически, постоянно. Максимум какой сейчас существующий? Лимит? Да. У меня 3 миллиона рублей. Эксклюзив, 3 миллиона рублей. Пользуйтесь сами карточкой, вам иногда нужны срочно деньги. Конечно. Ну, у меня, я, по-моему, сейчас должен банку полтора миллиона. Вот это признание. Меня интересует тот аспект, что вы пригласили на работу в свой банк бывшего представителя виза в России, Оливера Хьюза. Как вам удалось договориться? Ведь в ваш банк мало кто верил, и сити-группой вы встречали с представителями. Почему он пошел за вами? Я очень горжусь нашей командой. Она отличается тем, что это все такие мини-предприниматели. То есть, они каждый по-своему бизнесмен. Безусловно, это был стартап, это был рискованный проект, но они все взяли этот риск и не пошли работать за эти же деньги, наверное, или, может, за большие. Никому не интересно за бюрократченный банк, или где они раньше работали. Сегодня они работали в больших, красивых организациях. Здесь они сами принимают решения, день от дня, сами крутят эти винтики. Вот ты только что езжал из офиса, Оливер сидит там, управляет, ему это нравится. Кто он был в визе? Он был просто винтиком в большом механизме. Сегодня все, что мы делаем, все цифры, которые я только что называл, это его заслуга, это он сделал. И те, кто побоялся и рисковал, они сейчас сидят и локти кусают. А он сделал 2% рынка кредитных карт за 10 месяцев. Это сделал Оливер Хьюз. Он выпустил евробонды. Я думаю, это что ему было интересно, и за что я его и других членов своей команды очень уважаю. Были пельмени, вы поменяли их на пиво. Пиво поменяли на банковскую сферу. Олег, скажите честно, это ведь тоже проект и тоже на продажу. И по подсчетам специалистов, вы хотите выручить с продажи вашего банка лет так через 5 или через 3 1 миллиард долларов и войти в список Forbes. Тоже придумали журналисты или это соответствует действительности? Это я сказал и не один раз. Но, естественно, это же шутка некая. Как я так стал восприниматься так серьезно? Ну, нахрена мне миллиард и нахрена мне этот Forbes? Ну, это я так, ну, у нас народ любит Forbes, такие какие-то емкие. То есть вы прикольнулись, а мы поверили. Да, для красного словца брякнул миллиард и брякнул Forbes. Продам, безусловно, через 3-5 лет. То есть не потому, продам за любые деньги, неважно, за 1 доллар или за 10 миллиардов. Потому что, ну, мне это надоест. А если мне что-то надоедает, если я к чему-то теряю интерес, я это не делаю. Потому что я такой человек. Я кошка, которая гуляет сама по себе. Меня никто ничего не может заставить в этой жизни. Я не хочу этого делать, я продам. Я знаю, что я сейчас работаю 20 часов в сутки. Ну, 20, конечно, загнул, но там 16, да, реально. Только над тем, чтобы быть самым лучшим, самым технологичным, самым инновационным банком в России на рынке кредитных карт. И я знаю, что я это сделаю. Но после услышанного хочется только процитировать классика. Безумству храбрых поем мы песню. Это был Олег Тиньков. Интервью проходило в одноименном ресторане в Проточном переулке. С вами была Елена Ищеева. Встречаемся на Банкеру.